Есть в городе Артёме удивительно доброе и уютное место, в котором дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, могут на время найти второй дом. Это социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Если обстоятельства не позволяют родителям в течение длительного времени заботиться о своем ребенке, здесь его тепло примут и он сможет прожить в реабилитационном центре до трех месяцев. А дети, оставшиеся без попечения родителей, живут здесь до полугода. Малыш будет находиться в прекрасных условиях, играть с ровесниками, обучаться. Дети постарше смогут ходить в ближайшую школу и заниматься спортом. При необходимости им окажут психологическую помощь. Также местные специалисты обучены работе с особенными детьми, детьми-инвалидами и могут передать свои знания родителям таких ребят. Но и это еще не все, чем может помочь реабилитационный центр. Наше учреждение в следующем году будет отмечать 15-летний маленький юбилей. И за эти годы, за это время учреждение, которое было на 20 мест для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в условиях дневного стационара, превратилось в многопрофильное учреждение, которое оказывает социальные услуги различным категориям семей и различные формы социальных услуг. Поэтому, пока дети получают социальную реабилитацию в учреждении, родители могут получить консультации, проводят с ними психологи, мастер-классы, тренинги, чтобы дети и родители помогали друг другу. И психологический климат в семье был позитивный, доброжелательный. Учреждение, конечно же, оказывает социальную помощь не только в условиях стационара, но и в нестационарных условиях. Для этого у нас по районам работают специалисты. Это специалисты по работе с семьей с детьми, педагоги-психологи, учителя-дефектурологи-логопеды, которые могут оказать помощь именно по месту жительства. Для этого не нужно родителям приезжать в конкретное учреждение, вот на Ворошилово-40, город Артем. А там, где они живут, можно обратиться в органы социальной защиты или непосредственно в отделение помощи семье и детям. Центру уже 15 лет. Здесь ежегодно получают помощь в среднем 400 детей и 2000 семей. Однако популярность центра растет, и количество людей, обращающихся сюда, становится все больше. Начиная с 2014 года, мы очень активно участвуем в реализации грантовых проектов программ Фунда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации города Москвы. И опыт своей работы мы представляли на первом Азиатско-Тихьянском саммите социальных работников в городе Владивостоке. А также опыт своей работы мы представляем в региональных, всероссийских журналах, там, беспризорник, социальная работа и так далее. Ну, как правило, в стационар уже привозят либо органы полиции детей, но бывают и тогда, когда семья оказывается в трудной жизненной ситуации, например, проблемы с жильем, например, квартира, дом сгорел. Детей некуда на время поместить. Они, естественно, помещаются к нам. Раньше считали, что если к нам помещают, то это уже обязательно лишают родителей родительских прав. Многие боялись обращаться к нам за помощью, потому что думали, что иначе просто их лишат их детей. Это неправильно. Политика государства сегодня направлена на поддержку семей с детьми. И основное направление, которое находится в фокусе, это профилактика. Цель – начать работу с семьей, попавшей в трудную жизненную ситуацию до того, как она опустилась в пучину неблагополучия. В связи с этим в Приморском крае реализуются комплексы мер по их активной поддержке. Также активно поддерживаются семьи, в которых есть дети-инвалиды. Апробируем мы сейчас такое направление, как домашнее визитирование. То есть это работа с семьями, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями. Именно с теми семьями, дети, в которых не могут по объективным причинам посещать учреждения какие-либо образовательные, социальные и так далее. И здесь работа направлена на то, чтобы помочь родителю стать самому тренером для своего ребенка. С этой целью у нас бригада наших специалистов выезжает по предварительной договоренности в семью, где воспитывается такой ребенок. Это могут быть разные специалисты. Сначала и педагог-психолог, логопед, дефектолог, медсестра по массажу. На данном этапе у нас на сопровождении на таком находятся четыре семьи. У нас есть еще одно такое направление работы, как родительский клуб семейный факультатив. Это опять же работа клуба направлена на организацию взаимоподдержки родителей, воспитывающих особых деток. Этот клуб у нас функционирует на базе отделения помощи семье и детям на ЛАЗО-20. В принципе, в этот клуб может вступить родитель, воспитывающий особого ребенка в любое время. У нас реализуется проект «Дети села Будущее Приморье». В рамках этого проекта специалисты нашего учреждения проводят интегрирование занятий в образовательных учреждениях города Артема. Мы выезжали также в Шкотовский район, в Надеждинский район, проводили занятия с детьми. Занятия эти также направлены на профилактику агрессивного поведения в детской среде, жестокого обращения, на профилактику суицидальных рисков, то есть там есть разные занятия. Мы выезжаем, в принципе, как планово, так и по запросу образовательной организации. Еще один наш проект, который активно реализуется в нашем учреждении, это друг-помощник-консультант. То есть эта работа как раз таки направлена на работу с семьями, которые находятся в отдаленных районах. Также в Артеме функционирует социально-игровая комната. Находится она в здании из центра занятости. Если одинокой матери необходимо решить какие-то свои социальные вопросы, например, сходить в больницу, а ребенка оставить не с кем, она может оставить его там под присмотром специалистов. Родители, испытывающие какие-то проблемы с ребенком, они тоже могут прийти в эту комнату по предварительной записи. И организовать свою деятельность в этой комнате ребенок может играть вместе с родителем, но под присмотром педагога-психолога, который, наблюдая за этим, может диагностировать какие-то проблемы, сложности и уже начать родителям работать более предметно. В реабилитационном центре детям живется комфортно и весело. Педагоги-психологи играют с ними в обучающие игры. Малыши много времени проводят на улице. После сытного обеда их ждет сон-час в уютных кроватках, после чего они снова играют под присмотром взрослых. Расскажите, во что вы играете? Играем. А что это за игра такая? Объясни мне правила. Это игра, в которой надо всех животных собрать по своим местам. То есть всех определить, где они и у кого. А ты во что любишь играть? В куклы, наверное? Да. А какие у тебя куклы есть любимые? Они дома. Дома они? Ну, вам вообще как тут весело? Весело. Тут на окно шесть раз. Как вы видите, дети у нас довольные, смешливые, улыбаются. И в целом у нас благоприятные условия для развития таких детей. Много игрушек, много очень внимания им уделяется. Ну, основная наша задача в центре – это психокоррекция детей с особыми потребностями, с ментальными расстройствами и личностное развитие детей, которые здесь находятся постоянно, в связи с тем, что у них семейная ситуация не очень благополучная, к сожалению. Есть дети с низким реабилитационным потенциалом, с которыми непросто работать, они требуют, скажем, особых условий. Но нельзя сказать, что у этого все просто, мы им заниматься не станем. А вот это посложнее, мы на него вот с упором пойдем. У нас одинаковые требования к тому, чтобы дети охватывались полноценно. В реабилитационном центре, помимо игровых комнат и площадок, есть просторный тренажерный зал и так называемая сенсорная комната, в которой дети могут расслабиться как физически, так и психологически. Обычно здесь царит полумрак. Всегда горят разноцветные лампочки, играет тихая, приятная музыка. Педагог общается с детьми и рассказывает им сказки. Педагог-психолог может рекомендовать посещение этой комнаты, может планировать занятия здесь. Родители могут приезжать сюда совместно с детьми только для непосредственно занятий в этой сенсорной комнате. Ручки не друг на друга, а ровненько ручки. Алишер, ножки лучше прямо. Сейчас в Приморском крае планируется открывать больше подобных центров. Программа поддержки неблагополучных семей и семей с детьми-инвалидами растет и развивается не по дням, а по часам. Это по-настоящему благородное дело, на которое не жалко никаких средств. Если вы попали в сложную жизненную ситуацию и вам необходима помощь, всю информацию об Артемовском реабилитационном центре для несовершеннолетних вы можете найти на его сайте или позвонить в рабочие дни с 9 утра до 5 вечера по телефону 4-24-63. Реабилитационный центр оборудован всем необходимым для комфортного проживания. Дети здесь сытые и веселые, но все равно все они скучают по маме, ведь нету места роднее дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова